Добрый вечер, дорогие друзья, братья и сестры, все, кто пришел на сегодняшний вечер поклониться памяти великого русского скульптора Вячеслава Михайловича Лыкова. В России еще не было такого инцидента, чтобы скульптор так жертвенно и щедро отдавал свой талант земле в такое тяжелое время. Он сам без помощи государства поставил в России более двухсот памятников. Некоторые из них стали местами поклонения и паломничества. И здесь в России и за рубежом такой, как памятник в баре святителя Николаю, в Курской коренной, в Сергии Радонежской, в Сарове и многие другие. И Кирилла Мефодий, это памятник нашим святителям, равноапостольным, вы знаете, в Москве. Он уже стал символом праздника. А когда все начиналось, и когда Вячеслав Михайлович первый в истории уже постсоветской привез лампаду огня через все границы, и это окошечко я поставил на памятнике перед, как раз Паска совпадала с днем славянской письменности. И этот огонь, вы знаете, был расстрелян. Но он первый принес этот огонь. И вообще о нем можно говорить долго и много. И я сегодня постараюсь просто весь вечер посвятить тем песням, которые он любил, тем людям, которых он любил. И я вот только что звонила его сыну Михаилу. Он сказал, что литий и отслужили на могилке в его селе родном Морможи в Курске, где Вячеслав Михайлович свиноручно поставил величайший храм из камня. Это просто покрова Богородицы. Вот вы знаете все, наверное, храм покрова на Нерли. Вот это почти такой же храм, а деревень ведь почти пустая. И человек все это делал с надеждой и с верой, что когда-то все вокруг возродится. И его могила теперь недалеко от подворья этого храма. И сегодня в Курске состоялись чтения, посвященные Вячеславу Михайловичу. Вот. А позвольте мне, я сейчас начну свое выступление с его, можно сказать, любимой песни. Он очень любил певицу. Ну, все, что касалось Курской земли, это было все. Там и земля пуховая, и картошка лучшее. Ну, там все лучшее. И, конечно, Плевицкая. Певица, которую он так много сделал для вековечения ее памяти и фестиваля. Вот сейчас я еду из-за своих учеников, будет фестиваль очередной памяти Плевицкой. И я хочу начать свое выступление с Курской песни, которую Вячеслав Михайлович очень тепло отлюбил. Лучевушка. Ночь темна, темнешенька, Плевицкая. 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 Безручили и извини меня, Я в данный самый свет, А вот нам вас В святкой вашей лобке Слушать каждый раз. Ой, тоска, ручивушка, Мне сердце тяготит. Лучина моя, лучинушка, Мне ясно горит. Лучина моя, лучинушка, Мне ясно горит. Николай Михайлович очень любил Рубцова, И сам очень прекрасно читал, Особенно «Огонёк», Огонёк Рубцова. И когда я приехала к нему в Мурмажи На день памяти его мамы, То он просил меня петь только Рубцова, И вот в памяти об этом дне Я хочу спеть песню «Тихая моя Родина», Которая посвящена Рубцову Василию Белову. И Василий Белов также был любим, Почитаем Вячеславом Михайловичем. Я помню, в мастерской стоял Прекрасной работы «Бюст» Василия Ивановича Белова. Не знаю, где он сейчас. Тихая моя Родина, И в репах славни, Мать моя здесь похоронена В детские годы мои. Где тот погос, Вы не видели, И сам я найти не смогу. Мне тихо ответили жители Это на том берегу. Тихо ответили жители, Тихо приехал обоз Купол церковной обители, Яркой травою зарос. Тима теперь до болотина, Там где купаться любил. Тихая моя Родина, Я ничего не забыл. Тихая моя Родина, Я ничего не забыл. Школа моя деревянная, Время придёт уезжать, Речка за мной туманная, Будет бежать и бежать, С каждой сбой тучей, С граммом готовая в пасть. Чувствуя самую жгучую, Самую смертную связь. Чувствуя самую жгучую, Самую смертную связь. Музыка 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 Берегу. Я собирался еще многое сделать для его памяти. Дальше у нас... Да, я хотела вам представить... Простите, я думала, что сегодня кто-то представит из руководства, но почему-то никого нет. Хотела вам представить аккомпаниатора, музыканта, преподавателя Александра Ивановича Василенко. Мы с ним дитя одного педагога, Нины Константиновны Мешко, народно-артистки СССР, которая столько много сделала для искусства народного пения. Она все свои знания в нас. То есть мы живем просто тем, что она нам отдала свою любовь, свое понимание пения. И сейчас мне хотелось бы, чтобы прозвучала песня Рубцова, которая называется «Журавли». Музыка Игоря Дедученко. 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 Музыка Игоря Дедаченко. Музыка Игоря Дедученко. Субтитры создавал DimaTorzok У Вячеслава Михайловича была удивительная жена Елена Сергеевна Мы с ней были очень дружные Это был очень тонкий человек Она была дочерью дипломата Она сердцем и душой любила И понимала талант И сознавала с каким человеком она живет рядом Она все время его подбадривала Она была с ним воистину единым целым Это была очень тонкая, красивая женщина Тонкая по уму Стройная, элегантная Она говорила в нескольких языках Читала стихи ему всегда И при этом была очень русская У нее был такой хлебосольный дом В мастерской всегда Она встречала всех приветливо И Елена Сергеевна не стала вскоре После Вячеслава Михайловича И светлой памяти Ее удивительной души Красивой и благородной Я хочу сейчас Спеть песню, которую она очень любила На стихе тючела «Ангел мой» Песня «Ангел мой» Песня «Ангел мой» Песня «Ангел мой» Вот приду я В той большой дороге Песня «Ангел мой» 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 Темней, темней над землею Улетел последний отблизь дня В этот мир, где живем мы с тобой Ангел мой, ты помнишь ли меня? Завтра день разлуки и печали Завтра палит рокового дня Ангел мой, где в души не летали Ангел мой, ты слышишь ли меня? Ангел мой, где души не летали Ангел мой, ты слышишь ли меня? Ангел мой, ты слышишь ли меня? АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Я вспоминаю свое последнее прощание, в смысле, прощение, последнее прощание песни. Это был праздник города Курска. И так получилось, что я прилетела позже, а утром Вячеслав Михайлович в Курске поставил памятник генералу Рокоссовскому. День города. Было очень много народу, был концерт. И я сказала ему, что я хочу исполнить песню, которую посвятил ему Антон Васильев. Исполнить для него в этот день. Он, конечно, как всякий мужчина засмущался и сказал, ну ладно, ладно, я буду ее слушать издалека, потому что мне надо ехать, и я должен закончить памятник Святославу, который стоит в Белгороде. Ну вот так, по-другому называл этот памятник, я сейчас не буду говорить так очень серьезно. Я попрощалась с ним этой песней, я хочу, чтобы сегодня вы услышали эту песню, она посвящена Вячеславу Михайловичу. В поле ветер, в поле воля. В тихий дом течет закат. Сколько братья поля, не вернулся я назад. Сколько братья поля, не вернулся я назад. В поле ветер, в поле воля. Благородицы в небе, маме спрохорова поля, принесу я горсть земли. Нами спрохорова поля, принесу я горсть земли. В поле ветер, в поле воля. В поле ветер, в поле воля, ночью звезды ночью тишь. С Бородинского львы, не вернулся я. С Бородинского львы, не вернулся я. В поле ветер, в поле воля. С Бородинского львы, не вернулся я. С Бородинского львы, не вернулся я. С Бородинского львы, не вернулся я. Вячеслав Михайлович сам очень любил петь. Он сам прекрасно пел узкие песни. Среди долины ровные у него была одна из любимых песен. Ну и все казачьи, конечно, песни. Но поскольку я казачьи не могу петь песни, ну просто вот так, мне Господь не дал вот так кричать-то. Поэтому я хотела спеть одну песню, которую он тоже слышал и одобрил. Эту песню написал Кузнецов. Вы знаете, такого замечательного поэта нашего русского Анатолия Поликарпыча, который многие годы заведовал отделом поэзии в журнале «Наш современник». Вот эта песня называется «Кубанка». А Вячеслав Михайлович, вот в «Москворечье» еще были такие картины, когда Вячеслав Михайлович одевал на Рождество свою генеральскую казачью форму. Значит, приходил ко мне на Климентовский переулок и пел «Калятки» и выпрашивал еду. Вот. И вот эту песню, я помню, в одно Рождество им первый раз пел, она им очень понравилась. Называется она «Кубанка», как я сказала, «Кубанка». Песня «Кубанка» Стоит цепель через долину, Скочи-скочи мы в верный поль. Я разгоню тоску-кручину, Летей с полными в огонь. Я разгоню тоску-кручину, Летей с полными в огонь. Загремелось по заранку, И пули пили наповал. Я пронил свою кубанку, Когда кубань переплывал. Я пронил свою кубанку, Когда кубань переплывал. Не жаль кубанки знаменитой, Не жаль подкладки голубой, А жаль молитвы мне зашитой Рукою матери родной. А жаль молитвы мне зашитой Рукою матери родной. Кубань-кубанка зановила, Через подкладку протекла. Нашла молитвы и разлыла, И в синем море влекла. Не жаль кубанки знаменитой, Не жаль подкладки голубой, А жаль молитвы позабытой, Молитвы родины святой. А жаль молитвы позабытой, Молитвы родины святой. Кубань-кубанка зановитой, Кубань-кубанка зановитой. И честной домовой. Кубань-кубанка зановитой, Кубань-кубанка зановитой. Нет, не для меня. Будьте слушать, будьте слушать. Кстати, эта песня по исследованию вообще времен генерала Скобелева. И там был не дом, а бук в первом варианте. Не для тебя придет весна, Не для тебя дом разольется. И сердце дичьи забьется, С восторгом чувств. Не для тебя цветут сады. Звенят воломы, В долине роща расцветая. Там саде весну встречай, Он будет петь не для тебя. Звенят воломы, В долине роща расцветая. Там дева с черными бровями, Она растет не для тебя. Там дева с черными бровями она, она растет не для тебя, не для тебя. Придет Пасха, за стол родня вся замерется, Христос воскрес, Иисус дольется, Пасхальный день не для тебя. А для тебя кусок свеца, Он в тело белое опьется, И слезы горькие польются, Такая жизнь, брат, ждет тебя. И слезы горькие польются, Такая жизнь, брат, Ждет тебя. И слезы горькие польются, Такая жизнь, брат, ждет тебя. Ну что еще хотите в первом отделении? С Рубцова или Волкова? Волкова. Волкова, да? Первый снег. Да, обычно на покров первый снег, А в этот раз... Первый снег на дворе зима, Чистый снег в октябре в конце, Чистота это сводит зима, И меняется Русь в лице. С покрова эта мило ждала, Все ждала, наблюдая грязь, Лучью белый берет купола, В ветру фонаря из грязь. Лучью белый берет купола, В ветру фонаря из грязь. Я по первому снегу Пойду на колодец водиться набрать, Проводить царевую звезду На дереве седые взирать. Проводить царевую звезду На дереве седые взирать. Снег внутренний сначала идет, А потом отдохнет в пляжи. А весной ручей вам подожди, Выполя пшенички ржи. Первый снег на дворе зима, Чистый снег в октябре в конце, Чистота эта сводится, И меняется Русь в лице. Чистота эта сводится, И меняется Русь в лице. Я хочу сказать вам о том, что в зале сидит скульптор Владимир Негодович Соболев, Который сам просто по своему, По своей жертвенности, Сделал памятник Володе Волкову У нас в Аносино, где он упокоен. Прошло сколько, три года, да, Владимир Игорьевич? И он решил этот памятник еще лучше сделать. Буквально две недели назад привез еще один большой кресло, Сверху он поставил. А теперь видно, что вот в Володе все приходят и кланяются. Вот достойный его песен, его сердце, Его вот такой простоты ласковой. Этот памятник достоин и низкий вам слон. Поклонитесь народу. И стало очень приятно, что вы приходите, Игорь Негода. Спасибо вам. Владимир Волков, офицерский пальс. ПЕСНЯ 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 Как будто жизни не убавляют шага Справа у кавалера погодья, А слева у кавалера шпага Справа у кавалера погодья, А слева у кавалера шпага Да ведется живым вернуться, Будет небо благословенно Сыновья в ордена уткнутся, А жена так смотрит непременно Они вместе пойдут по жизни, Не прибавляя шага Справа у кавалера погодья, А слева кресты и шпага Справа у кавалера погодья, А слева у кресты и шпага Спасибо. Вы позволите мне минут десять отдохнуть, И дальше мы продолжим наше общение. Удивительный дом здесь есть, чтобы посмотреть, оглянуться, все дышит русским духом. Спасибо. Спасибо. Русский дом, который возглавляет Александр Николаевич Крутов, человек, который возглавляет фонд славянской письменности. У нас следствует Вячеслава Михайловича Крыкова. И недавно мне удалось побывать вместе с Александром Николаевичем, он написал слово редактора в последнем журнале о Лемносе, о острове Лемнос, это остров Грицы, где побывали в холоде и глади, в болезнях, целых три года наши соотечественские, 30 тысяч генералов армии, в смысле казаков и семей воинства Врангелия и Деникина были на этом острове, каменистом, где совершенно одни колючки. И вот никто о них не знал, и 10 лет назад троим прихожанам Новоспасского монастыря просто они заинтересовались историей Лемновского сидения и поехали туда в ту поездку. Попросили местных греков, чтобы никто не знал, где это кладбище. И просто путем вот молились, искали, вдруг нашли одну плиту, вторую, и раскопали могилы почти 400 офицеров и маленьких детей, которые погибли. Несмотря на противодействие там базы НАТО на этом острове, удалось поставить, часов не дают сделать, все-таки обнесли, сделали крест. И вот в этом году как бы было десятилетие, и все могилы уже удалось привести в порядок. И даже, вы знаете, такое вообще удивительное чувство было. Некоторые люди искали своих, допустим, дедов, а один священник молодой из колонны с матушкой нашли, своего прадеда там на Лемносе. И он уже в чине священника служил от могилы деда там на Лемносе. И я просто хочу спеть для вас воспоминания об этом событии. Те песни, которые я пела там, это казак Николай Туроверов, который тоже побывал там. Одна из его песен, которую вы хорошо знаете, была их сурядником. И как ни странно, греки понимали, наверное, интонацию, что ли, языка не понимали, но они все плакали от этих песен, рыдали. ПЕСНЯ 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 И всё дальше, всё крупней к низу Заскроется над разъездом снег. Заскроется над разъездом снег Заскроется над разъездом снегом. Весь разъезд добрался к конным строям Без потери к райским берегам. Весь разъезд добрался к конным строям Без потери к райским берегам. Без потери к райским берегам. Без потери к райским берегам. Господа офицеры, те, кого же нет, Вы погибли за веру в белый снег, в белый цвет. Вам не надо награды, если Родина есть. Ваша большая правда, офицерская честь. Но труба протрубила, всё бельём просло, И что подвигом было, стало круг репесло, И ликует малона, и не прячет лица. Заводятся погоны, золотые телеца, И становятся чёрным белый снег, белый мальс. Господа офицеры, все надежды на вас, Я хочу в том признаться в этот горестный час, И на белые танцы приглашаешь вас. Я хочу в том признаться в этот горестный час, И на белые танцы приглашаю лишь вас. Вы знаете, ну вот, Вячеслав Михайлович, Он такую зовёт традицию в этом доме, Что все славянские святцы надо вспоминать, Надо каждый день как бы проживать нашей историей. И сегодня, ну я совершенно не могу не вспомнить, Что сегодня, 19 октября, это день Пушкина, Это день рождения Царскосельского лицея. И этот день в жизни Пушкина и его друзей Столько много значил. И он не зря в своём творчестве постоянно Его как бы ставил это число на многих своих творениях. И последний год своей жизни именно на капитанской дочке Он поставил 19 октября 1936 года Имя в том произведении, где он обобщил и историю русского народа, И его дух, и характер. И 19-го было написано, Октября, его письмо не опубликованное К Чадаеву, которое вы хорошо знаете, Которое вообще надо читать. И вот сегодня передо мной сидит Татьяна Миронова. Я ещё почему вспомнила, смотрела на неё Александра Сергеевича, Потому что буквально в день рождения Александра Сергеевича Мы проводили вечер с моими учениками Вечер класса библиотеки Ленина В знаменитом раморном зале. Вот. И как-то вот это всё перекликается, В душе стучит, волнует. И вообще, я думаю, что если бы... Конечно, я приближ... Как жалко, что я не такая неакадемическая певица, Потому что такое бесценное музыкальное наследие. И можно вообще столько петь Пушкина, И двадцать опер, Десять валетов, Столько романсов. Ну вот «Пиковая дама», кстати, была поставлена... Как бы вот поставлена Париже, И только через сорок лет была поставлена Россией. Вот как у нас... Ну, как вы знаете, всё происходит. И, вы знаете, вот, например, Очень жалею, что я не мужчина в этом случае. Потому что вот удивительная история романса «Я встретил вас». Когда Пушкин посвятил этот романс Анне Петровне Керн, Проходит пятнадцать лет, И Глинка встречает её дочь. Не такую красивую, Но удивительно милую женщину. Преподавательницу... Преподавательницу сельской школы. И влюбляется в неё, И пишет эту удивительную музыку. И так родился вот этот романс «Я встретил вас». Мне нужно... Мне кажется, что женщины должны просить всегда Всех мужчин петь этот романс бесконечно. Потому что это просто гимн любви, Поэзии, музыки, чувства. А вот сегодня я просто... Ну, так сказать, первый опыт такой. У меня я хочу спеть... Напеть вам один романс. Одно, как бы, такое... Такие удивительные слова Пушкина, Которая всех нас... Ну, про нас... Вообще про... Про вечную нашу жизнь. А музыку написал Алябьев. Много авторов на этот текст. Но вот именно Алябьев, Которую я глубоко уважаю. Человек, который служил Родине. Отдал всё своё наследие Музыкальной консерватории. Удивительный человек. Вот. Его тоже хочется вспомнить из этой песни. Песня называется... Она очень короткая. «Если жизнь тебя обманет». Послание Пушкинское. Если жизнь тебя обманет, Не печалься, не сердись. В день уныния смирись, В день веселья верно станет. Сердце в будущем живёт Настоящее уныло. Всё мгновенно, всё пройдёт. Что пройдёт, Побудет мило. Что пройдёт, Побудет мило. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ В этом году, в этом месяце, день рождения Есенина, это, конечно, тоже нельзя не вспомнить, как Есенин любил Пушкина, как он завещал после того, как его не станет, три раза обнести его вокруг памятника Пушкина. Вы знаете, это его совмещение. И мне сегодня, конечно, хотелось спеть Есенина. Это «Игру из темп». АПЛОДИСМЕНТЫ 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 А теперь, даже нежное слово, Горьким плодом срывается слюз. Горьким плодом срывается слюз. Незнакомая и хворя низкая, Родниковая серая гладь. Это всё неродное и близкое, Отчего так легко зарыдать? Это всё, что зовём мы Родина, Это всё, отчего на ней пьют и плачут в одно с непогодиной. Дожидаясь улыбчивых дней, Дожидаясь улыбчивых дней, Это всё, что зовём мы Родина, Это всё, отчего на ней пьют и плачут в одно с непогодиной. Дожидаясь улыбчивых дней, Дожидаясь улыбчивых дней. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Дорогие мои, я безмерно благодарна вам, что вы пришли на сегодняшний концерт, что вы почтили память великого скульптора, что вы выслушали всю эту грусть, русскую поэзию. Она всегда, она как наша жизнь, как наш крест, который внести Россию. Спасибо за вашу единодушие, единомыслие. Собственно говоря, вот такая уже программа сама закончилась. А теперь я думаю, что, может быть, я выполню какие-то ваши пожелания. Наверняка вы захотите, чтобы я романс испела. АПЛОДИСМЕНТЫ Лишь только вечер, Затем блятся тьми, Лишь только звезды зажгут небеса. И черенок серебряный ниги Жемчугами украсит роса. Затем блятся тьми, Затем блятся тьми, Как тень, Я не успею, Затем блятся тьми, Потемненье Накидку Кружева На головку На тень. Там, где в роще Сплетаются ветки, У калинки, У калинки Тебя Нажду. И на сам пороге беседки Силый холост Кружево Затем блятся тьми, Затем блятся тьми, Затем блятся тьми, Затем блятся тьми, Кружила на голову, на дне... Звезды на небе... Снился мне сад... В подвенечном море... В этом саду... Мы с тобою вдвоем... Звезды на небе... Звезды на море... Звезды в сердце... Моя... Моя... Звезды в сердце... Моя... 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 Бережь грезы огня На блин украл ложатся листья сенья Ведь ракошка стучит В память о тех счастливых мгновениях Душу мою впереди Медленно кроватся листья сенья Ведь ракошка стучит В память о тех счастливых мгновениях Душу мою впереди В память о тех счастливых мгновениях Моего друга Владимира Николаевича Крупина Которую я хочу вам Значит, просто зачитать Потом проиллюстрировать Значит, он говорит Что он Все не буду говорить Ну, столько, в общем У нас плохого в русских Песнях Ну, о трех песнях надо сказать В том смысле Чтобы лучше Чтобы лучше их и не петь Это песни Про ухо рекупца Про коробедника И про шумел камыш Песни все знаменитые Слушаемся и вдумаемся Карабинник Уговаривают за знобушку Не торгуйся Не скупись Подставляй-ка губки Алой Ближе к молодцу Садись Ну, а далее Только знает Ночка темная Распрямись ты Рожь высокая Здесь слово свято Неуместно Тайну свято Сохрани Здесь слово свято Неуместно Даже кощунственно Какую тайну хранить Свято Преступную связь Помню Соловухин Отметая вздорные наветы На прошлую Как бы на нищую Россию говорил Вот разносчик Носит и ленты И парчу И у него и драгоценности А всего-то взяла За знобушка Бирюзовый перстенек А бирюза-то Обычно в золоте Какая ж тут Бедность России Первое Значит Ну, я просто думаю Что Владимир Николаевич Дорогой мой Я же все Его книги дарю Своим рот Крестником То, что он пишет Телофоне Азбуку А тут я думаю Что он просто не в курсе Значит Он просто не дочитал Вот, вот, да Дальше Значит Коробейники Ведь вы же знаете У Некрасова Какая-то удивительная история Он просто не дочитал Некрасова Да, он еще дальше Про Некрасова Вот что пишет Простите Да, простите Значит Значит Он дальше говорит Что он Сама песня Некрасовская Поэтизировала Не целомудрие По себе судил Свободно жил Приму же По на... Ну, еще даже не буду Дочитать Короче говоря Он не дочитал Владимир Николаевич А ведь там Посмотрите Какие удивительные слова Значит Это же вообще История Русской жизни Коробейники Да, вот смотрите Он же вот Тайну Свято сохрани А ведь даже специально Не хотят петь Ну, на что ты и человек Который Некрасов Почитай Что дальше А дальше Значит там У меня есть эта песня Вот там в диске Я ее пою в полном варианте С оркестром Некрасовым С оркестром Осипова Значит там дальше Хорошо Было Детинушке Сыпать ласковые слова Да трудненько Катеринушке Парня ждать До покрова И он ей обещается Катеринушка В общем Да, 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 да И тебе На покров Домой вернусь И тебя мою заснобушку В божью церковь Отведу Да он же был Коробейник А дальше Русская жизнь Когда на дороге Мужики не в ту сторону Направили Рэки, да, по-нашему Я просто сейчас Не помню уже Не могу вспомнить И дальше Потрясающие слова Убили мужика И она его Не дождалась И как заканчивается Некрасиская эта песня Эту песенку Мудреную Тот до края Допоет Кто Всю Землю Русь Крещеную И с конца В конец Пройдет Конца этой песни Нет Вот этот призыв Я против него Поэтому это На злобу дня просто Значит Вы пройдете Дальше Ухарь-купец Что он пишет Про Ухарь-купец Значит Вот ужаснейшая Народная песня Ехал на ярмок Ухарь-купец В ней вообще Родители Прямо выталкивают Дочь Во временные Наложницы удалом Молодцу Опозоренная дочь Наута Пришла И полный подорсел И бра принесла Ясно За что заплачено Ужасно Ну вы знаете Что вот архимандрит Спиридону Я уже сколько лет Пою эту песню Из Абертара Плевицкой Он действительно Меня все вычеркивают Постом По эту песню Как нравственную проповедь Не надо стесняться Это было Ну это же все Как горько Какая там картина В этой песне Руси Вот Дальше значит Шумел камыш Все мы певали Ну что ж Не думали о чем Эта песня А поутру Они проснулись Кругом помятая трава Ах не одна Трава помята Помята девичья краса Ну в общем Хорошо бы забыть Эту песню А вместо этого Вспомнить огромнейшее Количество Истинно народных Высоконрастных Песен И дальше он там Говорит что вот Спасибо за фестиваль Московскому правительству То есть За аутентичный Фестиваль в Коломне Да Значит я вот Вам хочу Сказать Что Что Вот на самом деле Проблема такая Есть Потому что Не знание Ведь в том же И Радость И победность России Что она соединила Поэтическое слово После крещения После вот Обряда Культовых песен Язычества Все русские Песни Те которые пели с народом Они были все авторские Межвысоких Любов Некрасов Печальный звон Козлов Рылеев Гуляет по дону Ознобишен Степь до степь Кругом Сурков Ну и прочее Прочее То есть народ Обратился к слову Поэтическому И Шумел Камыш конечно же Есть Свой автор Безусловно И Коробейники А Шумел Камыш Представляете как Даже первая Первая Мелодика Звука Она идет Она вообще Вот как Как это к истории Призывает народ Они даже взяли Первую заглавную Музыкальную фразу Из первого концерта Чайковского Чувствуете Как они Это же вообще чудо Это же шумел Да вы думаетесь Как обманулись Девчонку Да И как это Хорошо Сейчас пойду Ну просто я хочу сказать Что на самом деле Очень важное Сейчас Для нас Для всех Вот я как педагог Очень важная Очень важная Проблема Соединить вместе В культуре Народность и церковь Вместе Чтобы церковь была В церкви одно Вышел за храм другое Но не может быть Такого одна культура Человек Как свечка к Богу Он должен петь Одним звуком Ведь как говорил Глинка Что такое Русская песня Мы взяли Итальянскую Катерену И положили ее На русскую речь То есть всегласные Распевается Идет Беспрерывная Кантилена Вот что такое Русская песня И в русской песне В начале мысли А потом слово Вот что Вперед Поэтому энергия Передается Вот что очень важно Вот Ну Володя Я об этом Отдельно скажу АПЛОДИСМЕНТЫ 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 ПЕСНЯ АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Не нашла Моей среду Моя поверят И приходи Опять сюда Она пришла Его Жмета Его Не будет Никогда А вдруг Кого ты полюбила Кому ты сердце Обдала Шовел камыш Деревья Глубы А ночь Хочу Моя Влюбила Влюбила Аплодисменты 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok Спасибо. Добавил DimaTorzok 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 Спасибо.